приветствую приветствую дорогой валерий наш поэт наш поэт вижу твои коротенькие стихи которыми ты вместо лайков подписывается в телеграме и в этом в youtube канале но так это замечательно замечательно ты прямо подытоживаешь своем стихотворении суть того о чем идет там вообще-то вот тема в ю тубе даже благодаря вам в конце концов я же этого всегда в жизни не делал слушаю ну спасибо тебе что ты хотел сказать я вам хотел сказать про вашу формулу автоматизации формулу фа значит мне кажется в этой формуле она немножко глубже чем даже вы об этом говорите но это мое мнение значит о чем идет речь что такое формула автоматизации вы делаете разноплановые движения разноплановые движения да как олег говорил ваш сын можно так крутить можно так и в конце концов вы должны их научиться делать и когда вы это делаешь то есть формула фа это формула где по скорости автоматизации каких-то действий мы собираем в единый момент в единое время много конкурентных действий да и чтобы научиться когда у нас в жизни происходит много конкурентных задач задач задачник чтобы мы сохраняли внутренние покои душевные что быстро соображали тогда это формула фа она снимает сразу стресс до хочу потому что мы таким образом гармонизируем тело и голову потому что в конце концов мы на это движение выходим я хочу сказать тем людям которые делают я к этому пришел сам вы когда начинаете делать вы не спешите вы сначала одной рукой сделайте вторую руку не начинайте с восьмерки начните спорт самого простого от вытираете окно и вытирать его так не спешите почему потому что когда вы будете делать медленно вы будете испытывать от этого удовольствие поверьте мне это начинает быстро делать он не надо что это понятно это у кого есть время а если у человека нет времени и он хочет сразу понять о чем речь идет в этом же мы говорим что формула фа сразу снимает стресс за несколько секунд и выводят человека на состояние безмятежности когда он может решать свои проблемы то ты говоришь а вы не спешите то есть тут имеешь ввиду для человека какого я нет ну вадима понимать этот смысл чем для того чтобы свое состояние перевернуть перевернуть чем у вас будет худшее исходное состояние тема надо больше усилия применить для того чтобы у вас состояние поменялось это мое личное мнение то есть если допустим вы более-менее нормальный и вам надо выйти из кризиса скажем среднего из средней силы когда на градусниками да 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 может нам достаточно усилу кулак сжать как вы говорили и почувствовать в этом кулаке тепло и так далее а когда вас будет долбить вся десятка этого мало надо уже и руки все сжать и челюсть сжать и вообще самого сжаться то есть вы говорите вы будете за секунду вылетать в другое состояние только тогда когда вы получите навык и вы будете тренированы а пока вы не тренированы пока вы это несколько раз не сделаете у вас замест ничего не получится понимаете у вас навыка нету вот когда ты это сейчас мне рассказываешь для всех ты кому кого предполагаешь его в качестве зрителя вот я когда когда рассказываю кому-то какой-то прием или какое-то действие я кого-то держу в голове вот кому я это рассказываю вот и сейчас рассказываешь новичку который вообще не знает что такое формула фа или у кого время есть выслушать понять или ты расскажешь человеку чрезвычайной ситуации сразу хочешь ему дать форму фа и сразу ему объяснить делай медленно уже не может тогда ты ему сразу скажешь так кулаки сжать сжать кулаки это тоже формула фа ты просто об этом не знаешь потому что когда ты идешь навстречу тому что твой организм сам просит ты сжимаешься а потом отпускаешь и тебе становится легко а потом ты ему расскажи формулу фа например я бы на если я разговариваю с новичком я бы начал бы не с этого объясню так вы должны прекрасно понимать представьте две комнаты одна и вторая одна комната это ваше текущее состояние а другая комната это то состояние в который вы хотели бы попасть и между ними находится коридор запомните пока вы не зайдете в коридор и стоком тебе вам плохо вы в другую комнату никогда в жизни не попадете это но коридор это 0 на другая комната это состояние который вы должны получить забор вот вы должны запомнить и раз и навсегда с одной комнаты в другую без коридора не попадете вообще никак иногда ваше состояние настолько быстро меняется что в этот коридор не замечаете но вы его не замечать не не потому что его нету а потому что вы быстро из одного состояния влетаете в другое но он всегда есть и вы должны об этом знать и для того чтобы научиться ключу вы должны четко понимать что вы в этот коридор зашли и когда вы с этого коридора в него зашли тогда вы уже входите в другое состояние пока вы это не прочувствуете на любое состояние у вас мало что будет получаться да иногда у вас будет получаться а иногда это будет не получаться случайно будет получаться да а чтобы это было создано по вашей собственной воле когда вы хотите в любое время в любом месте то нужно что Вот, допустим, у человека 10 на градуснике напряжения, или 5, или 0 сейчас, вот у него 0, безмятежность такая, вот сейчас, к примеру, объясни это, какому человеку объяснишь, у кого 10, у кого 5 или 0, кому ты сейчас объяснишь? Значит, у кого 10, ему объяснять не надо ничего. Его надо поставить перед собой и давать ему команды, как в армии, понимаете, сравняясь с мирной, делая, что я говорю. Почему? Потому что он настолько зациклен на этом стрессе, что ему надо ответить на себя. И знаете, что я понял? Почему вас многие смотрят, и у них многих получается, когда вы ими руководите? Потому что они, благодаря вам, вашей методике преподавания, вашему авторитету, они отциклются немножко от себя, переходят на вас, и вы ими начинаете руководить. И у них все получается, а вас нет, и у них нифига не получается. Правильно, поэтому они любят смотреть наши ролики и говорят, как мы рады. Я тоже очень рад, но у нас Школа Человек Будущего, Хомофутура, чтобы вы сами научились управлять своим состоянием, без всякой помощи со стороны, в том числе моей или Валеры, или кого-либо из наших специалистов. Давайте так, чтобы вы сами научились. Вот сейчас вот то, что Валера рассказывает, это на вес золота. Здесь каждая минута, поэтому немножечко потерпите еще несколько минут, чтобы Валера рассказал. Давай, Валера. Значит, про формулу 5 я вам должен рассказать, да, в конце концов. Значит, итак, для того, чтобы вам поменять ваше состояние, вы должны любое привычное движение делать непривычным способом. Объясняю. Берете руку, и чтобы вам в другое состояние пойти, вы этой рукой медленно-медленно начинаете двигаться. И через какое-то время вы попадаете в это другое состояние. Почему это надо прочувствовать? И это очень просто, потому что вы, вы все перед вашими глазами, вам ничего придумывать не надо. Вы только делаете привычное действие непривычным способом. Если у вас не подходит стресс. В ролике, когда мы говорим, создай свое новое движение. Совершенно верно. Такое, которое я никогда в жизни не делал. Вот любое, хоть на пальце, хоть головой, хоть ногой, хоть пяткой, любое, хоть корпусом. Только новое для себя. И пока ты его создаешь, ты уже переходишь в это нулевое состояние. Потом ты сядешь, пустишь мысль на самотек и подумаешь, боже ты, бой, как это просто. Да, либо создавать новое движение не надо, новое заключается в старом. То есть вы привычное движение делаете непривычным способом. Если у вас стресс-тест не проходит, а вы об этом несколько раз говорили, но потом как-то об этом перестали говорить. Вы возьмите эти руки и медленно-медленно их начинайте разводить. И разводить их в минуту. И поверьте мне... Все изменения идут на автомате, по вашему желанию, на реликсе диамоторном. Валерий предлагает разводить их механически, но очень медленно. Очень, очень. Чем будет медленнее разводить, и будет лучше. Да. Вы об этом говорили, что когда вы шеей занимаетесь, вы же тот же принцип, вы же и сказали. То есть что получается? Организм попадает в непривычную ситуацию, начинает себя гармонизировать. Почему? Потому что он понимает, что ему надо делать. Он делает привычное движение, поэтому его понимает. А из-за того, что вы сознательно это движение делаете немножко сложнее для этого организма, у него включаются внутренние ресурсы, которые еще больше гармонизируют это движение. И в конце концов вы выходите на то состояние, которое называется оптимальным, либо для восстановления, либо для решения какой-то задачи. И тогда даже если шторм, напряжение падает до нуля, появляется без мятежа. Но вы должны понимать, если у вас недостаточные навыки, и вас сильно штормит, то не ждите, что шторм улетит за секунду, понимаете? Может вам придется не секунду это делать, а может 5 секунд, 10, 15. Может быть даже надо будет записаться на наш канал Ютуба. Конечно. На главной странице открыть там 70 этих упражнений, новые приемы, называется плейлист. 70. Перебирайте их, то, что вам подходит. То, что вам подходит, и вы научитесь управлять своим состоянием. А самое главное, принцип подбора путем перебора, чего нет ни в одном методе мира, в этом принципе лежит главный принцип, внутри принципа принцип. То есть, когда вы перебираете то, что вам подходит, то, что вы делаете легко и свободно, без всяких нервных затрат, без усилий, у вас развивается творческая личность. Вот это важно. Вы ищете новое в старом. И, Казай Иванович, я в конце хочу одну вещь сказать. Самый лучший вариант разгрузки, на мой взгляд, это не то, что вы предлагаете, а что предложил Алина, ваш сын, понимаете? Вот это насчет внутреннего включения в процесс за счет пульса и всего остального. Он вообще молодец, понимаете? Ну, я ему передам привет от тебя, спасибо. Ну, я просто, понимаете, я в теме уже 4 года, поэтому я уже много пробовал на себе. Но то, что Ален придумал изнутри, у меня, кстати, тоже такие мысли были, но он их довел до логического завершения. Я тоже думал о том, о чем он говорил. У меня тоже, я подходил к этому, понимаете, а он это сделал. Ну, ты посмотри. Ну, у него сайт есть, кто не видел, пусть посмотрит. Да, да, у него сайт есть, я его смотрю, поэтому я сказал. Кто хочет, найдет, пусть наберет Ален Алиев и найдет, при желании найдет. Все, Хосем Андреевич. Спасибо тебе, Валерий, наш поэт. Спасибо. Спасибо. Ну, так как ты умеешь лаконично тему сформулировать в 4 поэтических строчках, или в 5, это просто потрясающе. Я вот там читаю 2-3 строчки твои, бах, ну, как вот эту точку поставил. Замечательно. Ну, половина этих строчек это ваше, это минимум, а то и на 3 четверти. Спасибо тебе, Валерий. До свидания. До свидания. И всем друзьям школы Человек-Будущего, Хомо-Футурус, пламенный привет от нас. До свидания. Да, здоровья всем, да, счастья. Да. Все.